Музыкального Крыма в самых живописных уголках полуострова пройдут концерты камерного и симфонического оркестра в Крымской филармонии. Из каких стран приедут выступать в Крым и что подготовила филармония для ценителей живой музыки? Смотрите в нашем следующем сюжете. Она прозвучит и приобретет новые смыслы на территориях дворцов и внутри пещер. Мелодии композиторов-классиков заполнят новые пространства со своей уникальной акустикой. Курортный сезон Крымской государственной филармонии уже стартовал. Композиции Баха и Чайковского под сводами мраморной пещеры. На этой площадке создали специальные условия. Невозможно рассказать словами. Это нужно только слышать. То есть совершенно уникальная акустика пещеры, где каждый, даже самый тихий звук, разносится и получает объемность. Другие авторские произведения зритель сможет услышать уже возле дворцов. Около Воронцовского, Ливодийского, Массандровского, Ханского, на территории Херсонеса-Таврического. Концерт в Массандре состоится уже в эту субботу. На протяжении всего музыкального курортного сезона зрители будут ожидать сюрпризы, о которых авторы задумки заранее не говорят. Точно известно, что выступать для гостей будут и музыканты из других регионов страны. Кроме того, в этом году Крым посетят знаковые мастера из-за рубежа. В этом году приедет пианист из Аргентины, приедет дирижер из Италии, приедет дирижер из Кореи и привозит, как правило, с собой корейских солистов. Конечно, у нас из Москвы открываемый сезон с пианистом Агаджановым, который работает в Москве, но преподает в Токио. Множество проектов и концертов. Сколько их было за год, не пересчитать. А сколько впереди. Важно, что интерес к музыке среди молодежи есть. Молодые музыканты желают работать в Крымской филармонии, но для них есть препятствия. Они начинают узнавать детали, что у нас нет своего жилья, у нас нет общежития. Это наш бич. А стало быть, студент, выпускник, который придет и будет снимать квартиру в Ялте, и не важно где, в Симферополе это было бы, или в Ялте, или в Севастополе. Это не имеет значения. То есть, сможет ли он существовать при этом, так безбедно, как-то нормально жить. Пока есть препятствия и для музыкантов-профессионалов. Некоторые направления в Крыму развивать сложно. Нет условий. На многих площадках появляется оборудование, которого раньше не было и так далее. Но совершенству нет предела. То есть, конечно, мы бы хотели, чтобы реставрировались многие те площадки, которые сейчас еще далеки от того уровня, который бы хотелось, чтобы их привели. Но, опять же, мы понимаем, что это очень немаленькие суммы денег. Тем не менее, музыканты надеются на поддержку крымского Минкульта, чтобы помимо крупных музыкальных мероприятий организовывать масштабные театральные оперы. Анастасия Донская, Евгений Старика, Служба новостей и ТВ.